АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, спасибо, что вы пришли. Жанна в какие-нибудь классики, начало 19 века, что, так сказать, за повозкой шла старуха лет сорока, и Дарья Полетика всю жизнь ненавидела Пушкина за то, что ей пришлось выйти замуж за родмистра Полетикова, который был эскадронным командиром Дантеса. А он был старик, это был мезорьянс, 32 года, какой ужас. И что же говорить человеку, который дополз до 79? Страшное дело. АПЛОДИСМЕНТЫ Я спасибо, что вы пришли. Особая благодарность моему любимому артисту, замечательному нашему любимому общему, Льву Дурову, который здесь, кстати, будет 11 апреля, не забудьте прийти на его авторский вечер. Вот. Значит, я надеюсь, что он будет гораздо более интересен, чем сегодняшний, но не в этом даже дело. А дело в том, что чем меньше нас остается людей, которые как-то переваривают через поцарственные рубежи, тем как-то дороже становится каждый день, который прожит. И не просто день, который прожит просто так, а новая роль, новый стишок, что-то вообще новое, если Бог это еще дает, несмотря на возраст. Поэтому низкий вам поклон за то, что вы сегодня здесь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут есть люди, приехавшие из разных стран, из Чехии, да, из Соединенных Штатов Америки, из Азербайджана, из других мест, из необъятных концов России. Потому что Россию сколько ни укорачивай, там будет необъятная велика, правда? Вот. Давайте мы начнем все-таки как всегда. Во-первых, так сказать, я не знаю, кто здесь первый раз, уже большинство лиц мне уже как бы известны, но для тех, кто впервые, я хочу сказать, что с него для меня стоит мой спутник по жизни. Понимаете, это человек, который знает все мои песни, в том числе еще не написанные. Мы с ним только что писали новый диск, вот буквально несколько дней назад еще дописывали чего-то, да, и я говорю, ага, да-да, это мы можем, можем, можем. Все можем. Вот. Александр Николаевич Костромин, прошу, идите, да. АПЛОДИСМЕНТЫ «Сегодня», «Завтра», «Последа». Они все разные. Разные записки, разные вопросы. Из записок, которые, значит, ну, чтобы долго не говорить, давайте споем все-таки от тридцать первых песен. Я сейчас с большой ностальгией вспоминаю 58-й год, публикацию «Комсомольской правде», там была замечательная эта песня, и письмо, которое внулилась на ткачихе секретаря «Комсомольской организации» ткацкого цеха из города Иваново. Я еще в Ленинграде буду. «Дорогой Саша, прочитала твою песню «Снег» в «Комсомольской правде» и сразу появилась желание написать тебе. Извини, дорогой Саша, что я пишу тебе и посылаю фотографию просто для паспорта, но в следующем будет фотография в купальнике. Я так хочу иметь талантливых друзей, и, может быть, эта дружина придет в люк три точки. И дальше. Извини, дорогой Саша, что не знаю тебя до сих пор, я прочитаю все прямо на «ты» и говорю обо всем сразу, но я считаю, что «Комсомольство» же прямо обо всем говорит другое. Это была песня, написанная мной в 58-м году в палатке поисковой партии под Игархой, хотя мои друзья, ушедшие уже в жизни, такой замечательный наш писатель, Леонид Иванович Разгон, в 15 лет в протяжении в сталинских лагерях, говорил у меня, что он услышал в лагерях под Магаданом эту песню еще в 53-м, 54-м годах. Я думаю, что он ошибается. И, наконец, второе. Первое. Значит, пишите записки, заявки. Второе. Если вам придет в голову что-то подпевать, ради Бога, милости прошу, хуже меня петь вы не будете. 58-й год. Первый снег. Под Игархой. Поехали. 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 Выказано. Может какой-то второй микрофончик. Сколько тебе вчера лет вспомнилось? Мне вчера исполнилось 8 лет. Замечательно. Значит Саша вчера исполнилось 8 лет. Он попросил меня спеть его любимую песню. К сожалению песня его любимая не самая веселая из моего репертой break. И относится к той неопрочью жизни нашей страны которой очень хотелось бы с Сашей никогдавс не видел ничего похожего и подобных. Песня эта называется как? Перелетные ангелы. Песня называется Перелетные ангелы. И в начале памяти сотен тысяч людей, погибших в Заполярье, в черных потемках Сталинского ГУЛАГа. Тут есть фильм мой с авторами, естественно, «Атланты держат небо». Там есть серия, называется «На материк» по названию песни. Там эта песня, в общем, там идет эта песня, летят журавли, и на этом фоне, на фоне песни идут хроника Сталинских лагерей, достаточно тяжелая, и крупная тюрьма Кресты в Новоротном Петербурге, в Ленинграде. В памяти сотен тысяч людей, погибших в ГУЛАГАН. Нам ночами июльскими не спать на север, не крутит нам два комната сладкий лын папирос. Мороз, перевертные ангелы, летят на север, их нежное крылья, обжигает мороз. Мороз, перевертные ангелы, летят на север, их нежное крылья, обжигает мороз. Опускаются ангелы, на крыше встали, и на храмах покинутых ночуют они, а наутро снимаются. Мороз, перевертные ангелы, летят на север, их нежное крылья, обжигает мороз. Мороз, перевертные ангелы, летят на север, их нежное крылья, обжигает мороз. Мороз, перевертные ангелы, летят на север, их нежное крылья, обжигает мороз. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг. Перелётные ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Перелётные ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Перелётные ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Перелётные ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Перелётные ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Соседи переехали давно, Кто на Смоленке, кто на Пискарёвке, Шумёт бомжи под окнами в саду, Входная дверь, клеёнка обита, И ничего теперь здесь не найду Из детского утраченного быта. Не наводи, приятель, объектив, Не нарывай мне душу, Когда надо вторично в реку времени войти, Я не могу. Это и не надо. Песня памяти моих провестников, Не доживших сегодняшнего дня, И погибших в Ленинградской блокаде. Колыбельная натрия такта. Колыбельная натрия такта, Отлетающий стаи крик, Вспоминаешь про детство такта, Это значит, что ты старик. В календарь и на паспорт глянь-ка, Вспоминаю далёкий год. Эту песню громко нянька, Над тобою в ночи воёт. Эту песню громко нянька, Над тобою в ночи воёт. Двоя-то бодрая машет, Молодая шумит листва, Солнце красной косынкой машет, Уплывая за острова. Там костюмы иной до кохи, Там газеты сулят в беду, И от меда стрелухи вздохи Соловьёвском сушной саду. И оркестры в лухие вздохи Соловьёвском сушной саду. Колыбельная натрия такта, Возвращает меня назад, На родную мою этапу, Твой покинутый Велинград. Там поюгать спящих вьюга, Там морозы, пирюса. Обними же меня, подруга, И в мои загляни глаза. Обними же меня, подруга, И в мои загляни глаза. Ты лишь в них сит загиба, На военных забытых лет, И зелёное пламя взрыва, И прожектор дымный свет. И когда по ночному трампу Я отправлюсь к себе домой, Колыбельная натрия такта, Мне в догонку не громко стой. Колыбельная натрия такта, Надо мною не громко стой. Это детство, Дня рождения. Ветер слы и небо ниже На границе двух эпох. Всей доблесть в том, что выжил, Что от голода не сдох, Что не лёг с другими рядом В штабеля промёрзших тел, Что осколок от снаряда Мимо уха просвесел. Мой войной опыт жалок В зиму сумрачную тул, Не гасил я, зажигал я, Не стоял я на посту. Вспоминается нередко Чёрно-белое кино, Где смотрю я семилетко В затемнённое окно. Вой снаряда ближе, ближе, Добежишь далеко. Всей доблесть в том, Что выжил, а выжить было нелёг. Мне трудно, вернувшись назад, С твоим населением слиться. Отчизна моя, Неминград, Российских провинций столица. Как серы твоих этажей, Как света на улицах мало, Подобно светенью канала, Твоя нетекущая жизнь. На Невском ритмах кино, На зимнем по-прежнему винчи, На пылью закрыто окно, В Европу ненужную нынча. Десятки различных привет Приносят тревожные вести, Дворцы и каналы на месте. А прежнего города нет. Но в плеске твоих мостовых, Белыми и святотетями, Пока на гранитах твоих, Любимые чудятся тени. И тянется хрупкая нить, Вдоль времени зыбких обочин, И теплятся белые ночи. Готовы не погасить. И в рюмочной, на маховой, Среди алкашей утомленных, Мы выпьем сады на дневой, Из стопок простых и краненых, За шпилей твоих оконей, За облик невернущей прошлой, За то, что покуда живешь ты, И мы как-нибудь проживем. За шпилей твоих оконей, За облик невернущей прошлой, За то, что покуда живешь ты, И мы как-нибудь проживем. Спасибо. Потом школа, потом школа, потом Ленинградский госинститут. У меня все в жизни было случайно, я случайно стал писать стихи. И в 47-м году шел посыпать, Крыжок, рисование. И, значит, он был закрыт. В музея рецепенера Ленинградский. В этот день была среда, А рисование по четвергам было. А в соседней двери... Кстати, за счет рисования очень интересно. В прошлом году, мы вами попался, Меня пригласили в Питер. И, значит, попросили меня принять участие в акции благотворительной, в пользу, так сказать, больных детей. Среда такая акция, что прямо на Морозной улице, на площади Островского, около Экстонинского театра, надо было рисовать картину маслом. Картину маслом, как у ликвидации. Да, значит, и это все, что с аукциона продавалось за большие деньги, олигархам, там, разным тусам. А деньги шли на... Действительно шли, не украли, а это правильное дело. Вот, как ни странно. И, значит, тут там рисовали разные люди, у нас там всякие высокие чиновники, какие-то еще и персоны. Я как-то по недосмотрам оказался. И адреса увидел из окна. Вот вспоминаю сми из своего окна, после войны на Мойке и Сальский салон. И это вот страшное дело. Значит, картина была куплена, не поверите, за 20 тысяч евро. Моя мазня, да? И украсила какой-то сангл. Но деньги пошли в Едисей, так что живопись моя, значит, как бы тоже пригодилась. А поступил я в кружок, значит, 10-го благотворчества. Ну, это у меня все описано в книге, я вас вспоминаю, тут 2 книги. Вышли сейчас последние варианты. Они тут тоже есть. Атланты держат небо и... Да, это случайно. Второе, случайно он стал геологом. Ну, не совсем случайно, потому что в 51-м году, когда я кончил школу, людей с моим пятым пунктом вообще никуда не брали. Вот еще уже тело врачей висело в воздухе и так далее. Ну, и у меня, несмотря на золотую медаль, мы брать никуда не брали. А в городе должны были взять в розе на георазведку. Но там была другая преграда. Для того, чтобы взяли на георазведку, надо было что-то прыгнуть с вышки с 3 метров в воду. Дурак придумал, не знаю. Вот, и я плавать не вел вообще. Но я был советский человек, у вас видит подставинский барабан. Мне я нашла, что я как-то прыгну, но уже советский странник, человек погиб. Меня вытащат, я стану геологом. В будущем в сорокалетнем водоэкспедиции на окраинном севере, Средней Азии, в океане показалось, что не только не спасали, но и надо даже так это, помогали чего-нибудь. Но тогда еще был очень романтичный расстрой. Когда скомандовали городницкий, я вилору от холода и от страха, уже был на сентябре месяц, грибной канал в Ленинграде, значит, врез туда наверх, посмотрел вниз и понял, что ни за что, ни за что, ни за что. Жизнь хочу, нафиг мне эта геология. Но я уже стоял на доске, и когда я повернулся, чтобы он был заработен, то доска спружинила, я упал, и мне засчитали прыжок. Так я стал делать. Все было совершенно неприятно. Да, ну, вот, в экспедиции, все такое, вот, и вот в самой первой экспедиции, я помню, были написаны, какие были написаны песни, ага, ну вот такая была лихая песня, мне было 23 года, и нам все было, как сказать, более, кстати, замечательное русское фасольство, пьяного моря по колено, а дальше, оказывается, что идет, знаете, а лужа, по уши. Вот, короче говоря, мы были прям в таком состоянии, я написал в болотах Таруханска, под Таруханском, такую легкую песню. А женам надоевне расставания, Их речки по щинкам идут, Короткие вот задние свидания, Когда-нибудь в могилу их сведут, А я иду, доверчивый, влюбленный, А дальше от сервота, коротый, как всегда, А лута будет зеленый, Мне говорили, что он будет открытый, как всегда, Волота будет зеленый, Мне говорили, что он будет открытый, А женам надоевне годовщины, И счастлив, провожа, мимо еда, Настриженные пуприком мужчины, Уволят их туда, где суета, А я иду, обманом закаленный, Презентом от случайности, И прикрытый, как всегда, Волота будет зеленый, Мне говорили, что он будет открытый, И как всегда, Волота будет зеленый, Мне говорили, что он будет открытый, И шагаем мы сквозь листяное пламя, Нас песнями приветствует страна, Взрастают чужими именами, По свету на весь семена, А я иду, совсем неутомленный, Лет двадцати, не более новитый, Как всегда, Волота будет зеленый, Мне говорили, что он будет открытый, Как всегда, Волота будет зеленый, Мне говорили, что он будет открытый, Семнадцать лет тайный север, Семнадцать лет полевые работы, Лета нет, А есть только, так сказать, Тундра с комарами, Полное отсутствие женщин, Нормального комфорта, И вообще всего того, что... И полное было счастье, Полное было счастье, Потому что молодые были, Понимаете, как писала И вот так вот как-то все, И оно и воспринималось, Хотел бы и другие вещи, Потому что я сразу, Тукнулся носом в Тураканских краях, Игарка, Таймыр, В изданку Сталинского Гулага, И там пился, наверное, Самый первый от моих песен, Написано, как подражание Песен заключенных, В Игарке, А там он так называется, Деревянная Города. Покрытый дом, Зеленая вода, Летят на юг, Перекрикались птицы, А я иду По деревянным городам, Где мостовые Скрипят, как половицы, А я иду По деревянным городам, Где мостовые Скрипят, как половицы, Над кружами Как кто-либо венок, Весь одно Арсеньевы Петели, Здесь для меня Драва нарубленная Впрок, Здесь для меня Остелены Постели, Здесь для меня Драва нарубленная Впрок, Здесь для меня Остелены Постели, Шумят Кругом Тремучие Леса, И старик Верно-гучливые Нескоградные Моих Товарищей Дает Голоса Их Городов Асфальтуя Страны Моих Товарищей Несдержки Голоса Их Городов Асфальтуя Страны В тех Странах В октябре Еще весна Плывет Цветом Замысловатым Сапог На мне Ни разу Не привидится Во снах Доманный Запад Неверный Дальний Запад На мне Ни разу Не привидится Во снах Доманный Запад Неверный Дальний Запад Никто Меня Не вспоминает Там Моей Вдове Совсем Другое Снится А я Иду По деревянным Городам Где постовые Стрелят Как половинцы А я Иду По деревянным Тарадам Где постовые Стрелят Как половинцы Я обожелся Континент И света А вернемся Тот же С давних пор Там девочка Склонясь У парапета Рисует мост Решетку И собор За меня трамвай И чая Заглушая Качает Отражение Вода А я умру И часть Меня большая Не убежит От тлена Никуда Моих стихов Недолговечен Срок Бессмертия Мне не дали Глаголы Некромкий Незапомнившийся Голос Сотрут с кассет Предпочитая Рок Прошу иного В грядущих Дней Другая Мне нужна Господня Милость Чтобы одна из песен Сохранилась Став общей Безымянной Не моей Чтобы в глухой Таежной стороне У дымного костра И под крышей Ее бы пели Голос мой Не слыша И ничего Не зная От злой тоски Я материк Сегодня ты Я спирт Я На материк На материк Идет последний Караван На материк На материк Идет последний Караван Опять пуга Опять пуга Опять зима Опять зима Придет метель Я не видел Зверья Уйти в беда Зайти с ума Теперь уж поздно Для меня Уйти в беда Зайти с ума Теперь уж поздно Для меня Здесь не висел Смелись Твои дела Здесь Зеленой тушью На плечо На память Дам Я легла Зеленой тушью На плечо Я до весны До весны До корабля До корабля Я доживу А в карьере Будь Не пухом Поле Мне земля А камнем Вяжем Мне на грусть Не пухом Боль Это мне земля А камнем Вяжем Мне на грусть От свой таз Не материк Сегодня ты Без спирта Я На материк На материк Ушел по свиньям Короват На материк На материк Ушел по свиньям Короват С 62-го года Жизнь моя резко Преломилась Начались первые экспедиции На судах И первым сонным моим Лучше как первая любовь Не забываясь Был парус Некоторые Ходили под военным флагом Взятые В качестве трофея У немцев Как он назывался Падуя По странам В 29-м году У нас он получил Имя Немецкого Обрусевшего Парона Ивана Ивана Крозненштерна И так же Как и его Человек давшему имя Служил уже Россией На этом суде Мне довелось Рейс Это у нас Гражданский Там Назовался Походы В Северной Атлантике Три года Проработать В древущих Сороковых И вот такая Песенка Я сейчас Помню Которую Сейчас Выгрывали На фронтовой Дощечке Значит Она Где-то Висит Компании Сейчас Это Учебное Судно Калининградской Мореходной Академии Меняются Курсанты Судно Не стареет Потому что У него Стальной Комплекс Обшитый Проповым Деревом И оно Не коррозируется Как практически Вот Все мои командиры Переверли Значит Но Дело в том Что Песенка Осталось И я Как бы Зачислил Пожизненно Почетник Членов Экипажа Для Моя Вершая Честь Вот Эта Постоянно Обдавляющаяся Экипаж Этого Судна Палуса Розенштейн Расправлены Выбелы Города Не жди Меня Скоро Жена Опять Загибает Уорта Крутого Посола Волна От Северных Солнцем Неверной От Южных Небес Синевой Всегда Пороса Крузовичная Редак Шумят Над Моей Головой Хор Всегда Пороса Крузовичная Редак Шумят Над Моей Головой И Дома Порою Ночную Лишь Только Раскрою Окно Опять На ветру Надом Моё Тугое Поёт Полотно И Тесны Домашние Стены И Душа Домашний Покой Когда Парусы Крузовичная Рда Шумят Над Моей Головой Когда Парусы 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 Шумят Над Моей Головой Когда Парусы Парусы Шумят Шумят Над Моей Головой Парусы Парусы Голодным Ленинградским Пацанам Всегда Любите Родину Ребята За что Любить Не Объясняю Нам Был Бушев Тридцать Седьмом Расстрелил А Мать Его Блокаду Умерла Любите Родину Ведущую Нас К цели Любите Родину И Все Ее Дела Она Болела Тяжело Под Старость Ушла Ее Седая Голова И Все Что От Ее Теперь Осталось Вот Эти Наивные Слова Я Клянесу Цветочки На Могилу И Повторяю По Сто Раз На Дне Любите Родину Покуда Будут Силы За Что Любите Вы Не Объясняю Аплодисменты Аплодисменты Апрель 63 Года Борт Рудского Война Парс Кокола Штерн Канадский Порт Харри Факс Низ Коша Над Канадой Над Канадой Солнце Стоит Садится Мне Уснуть Даль Нам Надо От Чего Ж Мне Слиться Над Канадой Небо Синее Я Ж Берез Дожди Косы Хоть Похожи На Россию Только Все Все На Нам Семьи На Семьи На Семьи И Любовь Заводит Шашни Праздник на снежок апрельский Моют нас и юношки В леске жон, как невесенье Дом чужой, не новоселье Хоть похоже на весенье Только все же невесенье В леске жон, как невесенье Дом чужой, не новоселье Хоть похоже на весенье Только все же невесенье У тебя сегодня шляпать В лужах солнечные пятки Не спешу, либо поплакать Во дождикам направо Над Канадой невесенье Межберез дождикосы Хоть похоже на Россию Только все же невесенье Над Канадой невесенье Межберез дождикосы Хоть похоже на Россию Только все же АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь свою Проживши на бегу Только тем для утешась Все же Что ни у кого и ни в долгу Да и мне никто не должен Тоже Разбежались по воде Круги Прошлое Растояло в тумане И отчизне отдавал долги Тридцать лет мотаясь в океане Присякла молодая прыть И хребет согнулся от работы Да что не надо мне сводить с родиной Финансовые счеты Не бежал, как в дальнем берегам Говорил по-русски без акцента Ни друзьям, ни близким, ни врагам Никому не должен я Ни цента В сердце не смолкающая боль Говорит, что нет пути назад нам Говорят, а лишь перед тобой Я в долгу остался Я в долгу Маляк покрепче Вяжи узлы Беда идет на бедах А дар и ветер Сегодня злы И залк отчет капитан Пусть волны в свет Разевает отык Пусть станет пара ступовой О них наверх позабудешь ты Когда придем мы домой О них наверх позабудешь ты Когда придем мы домой Не верь подруге, а верь в вино Не ждет женщин добра Сегодня помнить им не дано О том, что было вчера За длинный стол посадить друзей И петь все круче за погоди Еще от зависти лопнуть ей Когда придем мы домой Еще от зависти лопнуть ей Когда придем мы домой Не плачь, маяк На чужой земле Скользящий небо бордок И пускай ладони В твоих слове Из пятен сердца Затон И солнце окутает Погодный грим Задон соленой И муковый И снова станешь ты Молодым Когда придем мы домой И снова станешь ты Молодым Когда придем мы домой Покрепче парень Беже узлы Беда идет На бедах Вода и ветер Сегодня злые И звук Как черт На бедах И нет отсюда Пути назад Как нет Среда за кормой Никто не сможет Среда сказать Когда придем мы домой И нет отсюда Пути назад Как нет Среда за кормой Сорчет Не сможет Тебе сказать Когда Придем мы домой Домой Спасибо Ну и заключение Как экскурсов Свою собственную биографию Писать сказать Тут есть Елу не отступления Тут все замечательно Московская ПТС Анна Наль Значит Знакомство с которой 40 лет назад Ой нет 50 лет назад Сильно повлияло На мою дальнейшую судьбу И которая была Подучена письма Которая сейчас Пою Но тут есть Уникальная вещь Тут есть Мои книжки всякие Они дорогие И самые интересные Есть ее Книга сяков Замечательных сяков Это я гарантирую Точно Вот Которая гораздо дешевле И гораздо лучше По поэтическому уровню Поэтому если вы Их приобретете Я думаю Что вы чуть-чуть потеряете Она тут существует Она вам Скажите Как я понимаю Подпишет А песня 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 Сновной знаний я Наперед Ищу я Себе Провожатый А на чистых Прудах Лебедя Белый Плывет Отвлекая Вагона Пожатый Ох А на чистых Прудах Лебедя Плывет Отвлекая Вагона Пожатый На бульварных Скамейках Крутит Малышня На бульварных Скамейках Разлуки А ты Забудь Ты забудь про меня, ты забудь про меня, Я заламываю тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, Я заламываю тонкие руки. Я сбьюсь пузырем на осеннем дожде, Надо мной городское движение, А все круги по воде, все круги по воде Разгоняю мое отражение. А все круги по воде, все круги по воде Разгоняю мое отражение. Все, чем стал я на этой земле, Снаменит, темень губ твоих горестно сжатых, А вода чистых прудах, лед коньками звенит, Отвлекая погода вожатых. А на чистых прудах, лед коньками звенит, Отвлекая погода вожатых. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, разрешение первого деревни, я пока не брал записку, Но, наверное, там детская записка, спросим спеть эту песню, а? Вот она. А, да, вот этот мальчик Саша принял такую записку по жену французского посла. Пару лет назад, вот каждый год в мае, и сейчас тоже, потому что 16 мая у меня там запланировано в театре школы современной пьесы, Натрубные, рефрендарные театры, там обычно проводятся серии вечеров, связанных с Днем рождения Ахуджау 9 мая, авторский вечерок авторской песни. Мой будет в 16-м. Вот, пару лет назад, в том же, значит, театре, в том же примерно время, во время моего авторского концерта, на сцену поднялся человек совершенно черный, в такой протокольной одежде, в смокинге с бабочкой, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке сказал, «По вручению прескорительства, чрезвычайного полночного посла, республики Сенегал в России, господин такого-то, и имею честь вообще господину Грандисскому, вот этот там-там, познакомление за то, что в России, за всю ее историю, впервые мы сказали бестью о республике Сенегал. Я каждый раз, кризисовое, предназначение зреление дамам, а уж часто, познакомление до кибристского возраста, у меня стал теперь ужас, значит, что такой старый, лысый пенсионер глубокого запредельного возраста поет такую, я бы сказал, эротическую, по-моему, сейчас сказать, песню, но обращаю ваше внимание на два сырных юных дам, на два немлажных бахта. Первый письм был офис 41 год назад, я был 42 уже, я был чуть помоложе, и кто не верит, смотрите книжки-воспоминания или кино, да, а, значит, а во-вторых, ничего не было. А мне не танец, снял Сенегалин, они поля, родные небеса, А в Сенегалин, братцы, в Сенегалин, я такие видят чудеса, Ох, не слабый, братцы, ох, не слабый, плеск волны, мерцание весла, Крокодилы, пальмы, повалы, и жена французского баса. Крокодилы, пальмы, повалы, и жена французского баса. Вот французский я не понимаю, и она по-русски нифига, Но как высокая, крутая нога я, как нога, высокая нога. Мне нужны тебе другие бабы, всю ненушку Африка свела. Крокодилы, пальмы, повалы, и жена французского баса. Крокодилы, пальмы, повалы, и жена французского баса. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снился, широко, кратый и цветной. И в жару я снова журю и в Насте, все сжигает глубина топла. Прям постели распад, ну да и Настя ж, и жена французского баса. В нем постели распад, ну да и Настя ж, и жена французского баса. Спасибо, дорогие друзья. Небольшой прорыв на 15 книжки, диски, все остальное вот там, в поле. А в том, как после второго отделения. Значит, давайте немножко передохнем на этой обозревающей ноте. Передохнем. Спасибо. 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 Спасибо.